святой праведный иоанн кронштадтский новые грозные слова произнесенные в 1906 и 1907 годах о страшном поистине суде божием грядущим и приближающимся слово первое на новый 1907 год и увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет и я иоанн увидел святый город иерусалим новый сходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос с неба говорящий все скиния бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их и отрет бог всякую слезу сочи их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло и сказал сидящий на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо слова сии истины и верны и сказал мне совершилось я есть альфа и омега начало и конец жаждущему дам даром от источника воды живой побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет мне сыном апокалипсис 21 1 7 приветствую вас братья и сестры необычным новым поздравлением с новым небом и новой землей не удивляйтесь и не говорите что рано поздравлять с тем чего нет еще но ведь слово божие истина и тайна зритель иоанн благовествуют о новом небе и о новой земле как о настоящих ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет апокалипсис 21 1 небо и земля придут говорит господь а слова мои не придут матфей 24 35 посмотрите как мир близится к концу смотрите что творится всюду в мире всюду безверия всюду наносится оскорбление существу бесконечному всеблагому повсюду хула на создателя всюду дерзкое сомнение и неверие неповиновение повсюду в мире вооружение и угрозы войной во многих местностях россии и других стран острый голод повсюду угрозы смертью повсюду убийство всюду расхищение казны и частной собственности повсюду потеря стремление к высоким духовным интересам ибо весь почти интеллигентный мир потерял веру в бессмертие души и вечные ее идеалы или стремление к богоподобному совершенству о котором господь говорит будьте вы совершенны как совершен отец ваш небесный матфей 5 48 повсюду одно стремление к удовлетворению животной страсти к удовлетворению животных страстей алчность корысти и обогащению хищническим образом огульное пьянство неуважение брачных союзов смотрите и сами судите мир окончательно растлел и нуждается в решительном обновлении как некогда через всемирный потоп наступили последние времена о которых апостол петр говорит последние дни явятся наглые ругатели поступающие по собственным своим похотям и говорящие где обетование пришествия его то есть будто бы вовсе не будет пришествия божия ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается также думающие так не знают продолжает тот же апостол что в начале словом божиим небеса и земля составлены из воды и водою потому тогдашний мир погиб был потоплен водою а нынешние небеса и земля содержимое тем же словом сберегаются огню на день суда и погибель нечестивых человеков одно то не должно быть скрыто от нас возлюбленные что у господа один день как тысяча лет и тысячи лет как один день не медлит господь и исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию придет же день господень как тать ночью и тогда небеса шумом придут стихии же разгоревшись разрушатся и разгоревшиеся стихии растают впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда и так возлюбленные ожидая сего подсчитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире и долго терпения господа нашего почитайте спасением и так возлюбленные будучи предварены осем берегитесь чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте у благодати и познание господа нашего спасителя иисуса христа ему слава и ныне и в день вечный аминь слово второе 25 февраля 1907 года господь идет судить землю он будет судить вселенную по правде и народы поистине своей мне приходилось бывать в заседаниях земных называемых окружными судами обстановка главного судного зала внушительная большой портрет государя на стене столы седалище разнородная публика скамьи подсудимых и сами подсудимые напряженные ожидания судей вот отворяются двери глашатой громко произносит суд идет выходят члены суда с председателем садятся на места читается протокол суда объявляются подсудимые сидят присяжные заседатели вызываются свидетели читается присяга говорить только правду начинается разбор дела все это чинно в порядке и производит публике впечатления такова обстановка земного суда человеческого для подсудимых он несколько страшен после выяснения степени виновности подсудимых и совещания судей выносится и объявляется решение наказание или свобода от суда таков в кратком очерке земной суд суд человеческий предполагает суд божий как внутренний суд совести предполагает вечно праведного законодателя и судью бога вложившего закон совести во всякого человека суд судей есть суд божий судьи люди и подсудимые такие же грешные человеке как и сидящие и судьям свойственно ошибаться и судить иногда не право а криво оправдывать виновных и осуждать невинных не такого суд божий он правый точный верный пророк говорит господь судить вселенную по правде и народы по истине своей теперь вникнем все в описании страшного суда божия окончательного суда людям на всю вечность когда придет сын человеческий во славе своей а все святые ангелы с ним говорит евангелист тогда сядет на престоле славы своей и соберутся перед ним все народы и отделит одних от других как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону а козлов по левую тогда скажет царь тем которые по правую сторону его придите благословенный отца моего наследуйте царство уготованное вам от создания мира матфей 25 31 34 за что царство небесное за любовь к богу и ближнему за дело милосердие как являет это божественный ответ тогда скажет и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его матфей 25 41 за что за нелюбовь к богу и ближнему за самость за безумную слепую привязанность к земным благам и за пренебрежение духовными вечными благами за неверие холодность неблагодарность к творцу и попрание его праведных законов как показывает тот же ответ праведного судьи и пойдут сии говорится в конце евангелия дневного в муку вечную а праведники в жизнь вечную матфей 25 46 вот в кратких словах описание страшного окончательного суда божия над людьми всех времен и всех мест земной планеты для большего впечатления в душах этого грозного страшного суда войдем в некоторые подробности евангелист благовествует что сын человеческий то есть христос придет на суд во славе своей и все святые ангелы с ним и сядет на престоле славы своей обратим внимание на слова придет во славе своей можете ли вы представить себе эту страшную невиданную славу самого безначального всемогущего творца судьи словом которого все сотворено все ангелы небо и земля и словом которого все содержится в бытии и чудной гармонии которому все повинуются на фаворе он показал трем ученикам своим в малом виде сияние славы своей и то они не могли перенести его павший ниц на землю апостолу иоанну богослову на острове патмосе в день воскресный явился господь уже вознесшийся на небо явился в славе своей соразмерной уместимости бренных еще очей апостола и когда я увидел его говорит сам иоанн то пал к ногам его как мертвый ибо лицо его как солнце сияло в силе своей и он положил на меня десницу свою и сказал мне не бойся я есть первый и последний и живый и был мертв и все жив во веки веков аминь и имею ключи ада и смерти апокалипсис 1 17 18 так являлся он на земле избранным ученикам оживляя они поражая светом своим и проявляя мало свою божественную природу и светлость нетленную непостижимую теперь вообразите в какой славе явится он всем народом всех веков чтобы все тот час увидели его страшную нестерпимую божественную славу и без всякого колебания уверились в его божестве и божественной власти в том числе и иудеи распявшие его и доселе не верующие в него и ругающиеся ему в какой говорю страшной славе явится он во второе пришествие свое чтобы разом отнять у всех народов всякую возможность неверия и заставить их признать его божественную власть кроме собственной природной вечной славы он окружен будет страшной славой всех бесчисленных сил ангельских сильных крепостью и страшных в небесной славе своей тут явится и престолы разумные пламенеющие и многочисленные херувимы и страшные серафимы славы которых не могли зреть и праведные люди как же себя почувствуют грешники нераскаянные и еврейское неверующее множество пронзившая его и доселе гонящие его в лицах верных христиан тайна зрители он отвечает все грядет с облаками и узрит его всякое око и те которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные эй аминь апокалипсис 1 7 обратите внимание на эти заключительные слова эй и аминь то есть верно непреложно это совершиться в каком положении тогда явится нынешние прошедшие и будущее наши неверующие интеллигенты называемые и все декаденты неверующие злонамеренные писатели сделавшие слово печатное орудием клеветы обмана соблазна торговли и издевательства над всякой святыней и над благонамеренными людьми перед ними слишком будет действительно реально то над чем они глумились что они отвергали здесь на чем издевались явная истина поразит их сделает их немыми безответными и в том в чем они считали себя безответными они увидят себя виновными и ответственными ибо не пройдет мимо слова господня что за всякое праздное слово которое скажут люди они дадут ответ в день судный матфей 1236 на том суде вместе предстанут царь и воин богатые и убогие старые и юные ученые невежда мужчина и женщина в равном достоинстве каждый от своих дел или прославиться или посрамиться матфей 2237 тогда-то откроется вечность для людей не веровавших нее во всем своем грозном величии и ужасе а для верующих и преданных господу во всей вожделенной красоте и славе и нерешимом блаженстве доколе имеем время будем пользоваться им для покаяния и исправления аминь слово третье 16 апреля 1907 года в понедельник 16 апреля протоиерей иоанн ильич сергиев служил прежде освященную литургию в устроенном им иоанновском женском монастыре при участии монастырского причта большой монастырский храм был полон богомольцев собравшихся помолиться за службой высокочтимого пастыря и получить его благословение к достойному провождению святых дней страстной седмицы из которых каждый издавна называется великим и подлинно дни эти велики по чрезвычайным событиям в них происходившим посему-то святая церковь первый из этих дней оглашает слух наш особенным воззванием обращая его к нам от лица самого господа гряды господь к вольной страсти апостола глаголов на пути все восходим во иерусалим и предается сын человеческий как о нем писано есть придите и мы очищенными мыслями сопутствуем ему и со распнемся и будем ради его мертвы житейским страстям да с ним и оживем и услышим его вопиющего я уже более не восхожу в земной иерусалим для страданий но к отцу моему и отцу вашему богу моему и богу вашему и возвышу вас собою в горне иерусалим в царство небесное стихира в великий понедельник мы привели здесь эту священную песнь потому что в ней содержатся возвышенное увещевание увещание к тому чтобы христиане на эти великие дни умертвили свои житейские страсти и очистили от них ум свой ибо как очами исполненными страха нельзя хорошо видеть самых великих и явственных предметов так с умом наполненным нечистыми мыслями о земных благах невозможно созерцать божественного величия страданий христовых далее в этом песнопении слышится призыв к тому чтобы мы соединились в духе веры и любви с господом и бодренной мыслью шли за своим спасителем внимая его словам разделяя его чувства усердной молитвой постоянным трезвением и строгим воздержанием усвояли себе его спасительные страдания в виду такого назидательного содержания этой стихиры батюшка несколько раз пропел ее особенно трогательным напевом а потом и другие стихиры в евангелии этого дня матфей глава 24 говорится о втором страшном пришествии спасителя на эту тему в конце литургии батюшка произнес слово сущность которого кратко мы передаем здесь господь говорит в евангелии о будущем своем славном и страшном пришествии для суда над родом человеческим при этом указывает и признаки приближения этого пришествия разорительные войны глады моровые поветрия землетрясения охлаждение любви во многих людях по причине умножения беззаконий и такие страшные бедствия во время которых не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни господь щадит еще мир ради избранных своих которых знает хотя мы уже ясно видим современной жизни исполнение многих признаков близости страшного суда последнее время люди так развратились что потеряли всякий стыд и совесть всевозможные беззакония у всех на виду зависть ненависть клевета богохульство гордость всякое невоздержание грабежи убийства свидетельствуют об охлаждении христианской любви люди не признают что они ответственны за свои грехи не признают души созданной по образу божию и по подобию и сделались мертвецами духовными трупом смердящим всякими грехами а где труп там соберутся орлы говорит спаситель матфей 24 28 какие это орлы это демоны а также люди исполняющие их злую волю и соблазняющие малых сих на всякие преступления и пороки все духовные мертвецы неизбежно становятся добычей дьявола и ангелов его поэтому всем надо трезвиться бодрствовать чтобы всегда быть готовыми к страшному суду чтобы великий день господень не застал нас духовными мертвецами слово четвертое верую в господа иисуса христа грядущего со славою судить живых и мертвых 7 член символа веры так кто говорит так говорит всякий христианин но если всякий христианин то без сомнения и я и каждый из вас и так братья и сестры вы сердечно веруете что иисус христос праведный судья всех земнородных придет судить всех людей живых и мертвых которые все оживут или для вечного блаженства или для вечного осуждения вы готовы встретить всемирного судью и ответить на страшном суде христовом во всяком деле и слове добрые дела есть с вами зачем спрашивать больше из жизни и поступков христиан ясно видно что о праведном суде и о страшном суде о вечной жизни они забыли и с каждым днем стремительно несутся к вечной погибели которой и не воображают они спешат восприять утешение свое на земле чтобы лишиться его навеки на небе о том и забота как бы убить драгоценное время как бы провести его приятно о том чтобы провести его с пользой для души чтобы готовить на исход дела свои никто не заботится у нас земные радости почти непрерывны многие у нас живут так как будто не придется умереть и отдать отчет своей жизни что это значит не оттого ли это происходит что думают покаяться только перед смертью и получить полное прощение конечно бог не отвергает и воеден десятый час пришедших к нему то есть обратившихся к нему всем сердцем но если сердце ваше было далеко от бога самую большую часть вашей жизни то думаете ли вы что его легко можно подвигнуть к богу возбудить в нем чувства покаянные перед смертью нет братья христианская кончина бывает наградой истинным христианом кайтесь по возможности всю жизнь и вас встретит мирная кончина с искренним покаянием и так готовьтесь на суд на суд страшный на суд праведный на суд единственный и окончательный после которого будет или вечное блаженство или нескончаемое мучение не удивляйтесь что говорю так решительно ведь мы очень недалеко от вечного огня а многим может быть всю ночь душу твою истяжут от тебе лука 12 20 и ты в ааде в муках во пламени 7 и так готовьтесь на суд сегодняшнего дня делайте добрые дела донди же есть придет ночь смерти егда же никто не может делать и довольна мы работали суете пора взглянуть на беду душу очами испытания посещайте церковь вздыхайте о грехах своих ожидайте с ней со страхом великого дня судного о церкви постоянно мысль о суде и утром и днем и вечером каждый день и рано и поздно напоминает она чадом своим об этом великом дне решающим судьбу всего человеческого рода а учат ее мысли заняты тем что на несколько минут приятно кружит им голову веселит сердце страстное до радости земных господь истина жизнь гремит глазом своим а имеющим непременно совершится суде своем повелевает где эти молиться во всякое время духом марк 13 33 лука 21 36 чтобы сподобиться нам избежать страшной участи осужденных апостолы уверяют что судья пред дверьми а мы как будто бы и не слышим и слышать о том не хотим иные даже думают и говорят какой страшный суд господь милосерд он помилует ведь мы грешим больше по немощи а не по злобе что только милостивые помилованы будут матфей 5 7 что суд без милости будет не сотворив шуму милости где же у вас дела милости когда очевидно вы заботитесь только о себе братья не дай бог никому явиться там где оказался богач веселившийся светло на всяк день если уже окажемся там то поздно будет оттуда просить себе капли воды для прохлаждения языка своего поздно будет посылать оттуда к своим родным чтобы они не пришли туда же лука 16 19 31 бдите яка не вести дне не часа вон же сын человеческий придет матфей 26 13 аминь слово пятое в третью неделю великого поста креста поклонную я не желаю хвалиться разве только крестом господа нашего иисуса христа которым для меня мир распят а я для мира так апостол язычников писал в своем послании к новокрещенным из язычников жителям города галаты ревновавшим не право об иудейском образовании то есть говорит он вы хвалитесь совершенно напрасно обрезанием ныне ненужным и упраздненным как имевшим временное преобразовательное значение а я хвалюсь только крестом которым мне и всем верным даны от бога все блага победа благословения спасение и жизнь вечная в третий воскресный день великого поста на утреннем богослужении церковь выносит торжественно из алтаря на престольный крест для благоговейного поклонения верующим строгательными песнопениями изображающими таинство креста или превосходящие всякий ум ангельские человеческие благодеяния роду человеческому распятого и умершего на нем по своему изволению господа славы этот трогательный обряд делается с тем намерением чтобы укрепить и утешить истина постящихся христиан подвиги поста и молитвы и в тех острых искушениях коим подвергаются подвижники от злых и лукавых духов нападающих с особенной силой на борющихся с ними как бы сам распятый говорил постящимся я ради вас постился и молился четыре десятницу дней и ночей и победил общего врага вашего сокрушившего и убившего вас подвязайтесь и вы мужественно и терпеливо побеждайте его и вы с помощью моей ибо сей род бесовский побеждается только молитвой и постом марк 9 29 я за вас претерпел добровольно крест и смерть и крестом разрушил от и смерть и из мертвых воскрес положил начало общему воскресению рода человеческого и дал вам крест мой как верное оружие и непобедимую победу и одоление на врагов невидимых вспоминайте же благодарно мои страдания и смерть с любовью за вас и не забывайте благодеяний креста и силы его разоривший от и даровавший благословение и жизнь человечеству и отверзший заключенное небо вот для чего выносится в середине поста крест и бывает поклонение ему или вернее распятому на нем мы с любовью со страхом и благодарением должны все вспоминать добровольное страдание за нас христа распинать свои пагубные плотские страсти делающие нас врагами богу и нам самим и жалкими рабами дьявола усиливающегося всех не зринуть пропасть адскую не пустые эти слова дьявол и ад а действительные существа или силы действительные никто другой а сам господь бог и человек победил их и он один может избавить людей от власти и мучительства их верующие и искренно кающиеся спасутся от них они верующие погибнут за неверие и ожесточение как относятся наши интеллигенты неблагонамеренные писатели и многие учащие и учащиеся к этому святому и животворному орудию нашего спасения кресту они по невежеству и легкомыслию не хотят чтить креста и не кланяются ему и не считают его нужным для себя значит переучились и света христианского вступили в непроглядную тьму бесовскую возгордились сатанинской гордостью и забыли того кто будучи богом смирил себя ради нас до смерти и смерти крестной чтобы дать нам собой образец смирения и терпения и пример послушания богу и властям земным без веры терпения смирения и послушания никто не угодит богу и не избегнет страшного правдивого суда его вечного огня и ужасного тартара но впрочем недоучки и переучки не верят и в бога а верит в безличное начало и в какую-то эволюцию мира и всех существ верят бредням еретика толстого и подобных ему без веров они богу истинному и потому живут и действуют так как будто никому не будут давать ответ своих словах и а боготворяя самих себя свой разум и свои страсти вольному воля и безумному безумие ибо бог премудрость мира сего но истина господня пребывает вечно и ни одна йота и ни одна черта не придет от закона доколе не исполнится каждое слово евангелия до йоты матфей 5 18 тот кто есть сама вечная истина солгать не может по-видимому скоро наступит день второго пришествия христова ибо наступило предсказанное в писании отступление от веры хотя еще не открылся человек греха сын погибели антихрист противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом и святыней тайна беззакония уже в действии еще во времена апостольские только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий самодержец удаление которого домогается известная публика и тогда откроется беззаконник которого господь иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины слышите за что для своего спасения и за сие слышите пошлет им бог действия заблуждения так что они будут верить и лжи да будут осуждены все неверовавшие истине евангелия и церкви но возлюбившие неправду а теперь исчезла правда и повсюду неправда и в печати и в жизни закончу слово словами апостола мы же всегда должны благодарить бога за вас возлюбленные господом братья что бог от начала через освещение духа и веру истине ведь вы верите истине избрал вас к спасению для достижения славы господа нашего иисуса христа сам же господь наш иисус христос и бог и отец наш возлюбивший нас и давший утешение вечная и надежду благую во благодати да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом аминь